Еще несколько дней назад эти деревья украшали квартиры сочинцев. Теперь ели и сосны в руках юных экологов. Они дарят новогодним деревьям вторую жизнь. В эколого-биологическом центре впервые стартовала акция «Елка на переработку». Здесь всю неделю принимают хвойные деревья. Берем елочки, отсортировываем, снимаем иголки от ствола и веточек. Работа очень кропотливая. Задача – убрать смешуру и новогодние игрушки, если таковые имеются. Затем отделить хвою от веток после ветви от ствола. Полученный материал пойдет в дело. Он будет служить утеплителем и для растений, и для животных, которые обитают в вольерах эколого-биологического центра. Когда-то она дома стояла возле новогоднего стола, готовилась к празднику. А теперь стали люди ее выбрасывать. А мы даем елкам второй шанс. Я очищаю елку, чтобы потом иголке можно было дать животным для уплотнения, для согревания. Дать елке второй шанс. А еще из такого переработанного природного материала получатся прекрасные поделки, которые здесь же в центре мастерят школьники. То есть уже не придется использовать листья живых хвойных растений. Мы считаем, что очень важно повышать экологическую культуру общества, а также воспитывать бережные отношения к природным ресурсам. Прежде чем покупать елку, человек должен вспомнить, что древесина ели – это большое богатство России. И правильно переработанная елка может послужить не один год. Пока сочинцы принесли в экоцентр лишь с десяток елок. Буквально на днях ожидается крупная партия новогодних деревьев. Еще около 20. Ну а большинство сочинцев все же предпочитает выбрасывать елку в контейнер для мусора. Конечно, она не нанесет вреда экологии, рассказали ребятам на специальном уроке, но и пользы тоже. А вообще во всем мире перерабатывают елки уже давно. Их сжигают в котельных, получая тепло, измельчают на опилке, используют в качестве корма в зоопарках, делают мебель, бумагу. А некоторые части хвойного дерева и вовсе используют для изготовления лекарств, мыла и косметики. Подарить елке второй шанс могут все желающие сочинцы. Новогодние деревья будут принимать в экоцентре до 20 января.